Со стороны жителей района в прошлом году было немало нареканий на работу коммунальщиков в зимний период. Чтобы избежать этих проблем в этом сезоне, глава территории провел совещание с руководителями поселений и структурных подразделений. Уборка дорог, уборка внутриквартальных территорий – это прямая ваша обязанность. Прошу держать руку на пульсе и оперативно реагировать на все жалобы от населения. В дальнейшем мы будем также оценивать поселения, в том числе и по качеству уборки дорог и внутриквартальных территорий, а также по качеству коммуникации с жителями и быстроте реакции на все жалобы, которые проходят через систему добродел и социальной сети. Содержание дорог в зимний период – дело непростое. Коммунальщики сталкиваются не только с обильными снегопадами, добавляют проблем ледяные дожди и гололед. Содержание автомобильных дорог в зимний период можно условно разделить на следующие виды работ. Это обработка покрытия автомобильных дорог, тротуаров, противоглоледным материалом, уборка снега с проезжей части тротуаров и вывоз снега. За уборкой снега осуществляется контроль со стороны УПРДОРКОБСТРОЙ и ГИБДД. Сотрудники выезжают на место проведения работ, ведут фотофиксацию. Надо отметить, что штрафы за ненадлежащее содержание дорог повысились до 300 тысяч рублей. Что касается вот таких стихийных бедствий, обильных снегопадов, надо отработать какой-то режим быстрого реагирования, чтобы подряд на вашей организации дополнительную графику ставили уборку дорог. И это происходило не после того, как мы всего видим снег, а на основании, допустим, прогнозов погоды, которые на сегодняшний день выдаются нам с максимальной точностью, чтобы мы уже заранее готовились. Во всех 16 поселениях мобилизованы все средства для уборки снега. В наличии 189 единиц техники и более тысячи коммунальщиков, которые готовы к борьбе со снежной стихией. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов. Телекомпания. Одинцова.